Мы вернулись, вы смотрите Израиль за неделю, каждую субботу на RTVI. У нас, как известно, ни дня не проходит без очередного коррупционного скандала. И на этот раз главные герои – высокопоставленные полицейские, например, глава отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и Равин Каббалист. Коррупционные связи между влиятельными каждой в своей сфере людьми – вещь в принципе не новая, но в процессе выясняется – многие полицейские и шагу ступить не могут без Равина и его благословения. И те, у кого хорошие связи с Равинами, влиятельными, конечно, тот в итоге продвижения может ждать раньше. Хорошо ли это для евреев? И с этим традиционным вопросом я обращаюсь к редактору программы Борису Ентину. Борис, добрый вечер. Здравствуйте, Татьяна. Хорошо ли это для евреев? Для евреев, которые могут получить продвижение, наверное, хорошо. Но если говорить серьезно, то по этой логике вытекает, что тот полицейский имеет шансы на продвижение, который обращается к Равину, у которого хорошие связи наверху. Может быть, и в этом, как бы сказать, корень проблемы. Но вы не считаете, что сложилась весьма сомнительная ситуация, в которой Равины обладают властью в обществе гораздо больше, чем представители структуры власти законодательно? Давайте попытаемся разобраться. Приходит к Равину полицейский, или бизнесмен, или политик за благословение. За благословение он готов отблагодарить Равина. Причем не обязательно положить ему деньги в карман, а пожертвовать возглавляемой Равином организации. Ну, чтобы польза была. Чтобы польза была. И, в общем-то, на самом деле, таким образом, Равин, чьи благословения пользуются наибольшим спросом, может пополнить кассу возглавляемой им организации, благотворительной организации, образовательной организации, наиболее эффективным способом. Кстати, к слову говоря, Равин Пинта, его состояние оценивается журналом Форс в 75 миллионов долларов. Не так уж мало. Он входит в число 10 самых состоятельных Равинов Израиля. Ведь человек идет в данном случае к Равину, мне кажется, очень часто не руководствуется какими-то духовными соображениями, а к какому-то колдуну. Это часть суеверия, понимаете? Не только за интересом, но и за надеждой на чудо все-таки. Надеждой на чудо, в которой все-таки есть не столько вера, сколько суеверия. Но это, на мой взгляд. Но это уже на законодательном уровне не исправить. И на уровне уголовного права, видимо, тоже. Борис Ентин, редактор программы. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо.